Здесь провел горькие последние годы своей жизни. Вернувшись из-за границы, писатель со всем пылом души занялся общественной и творческой деятельностью. Он редактировал журнал «Наши достижения», издавал серии книг «Жизнь замечательных людей», «Истории фабрик и заводов», «Библиотека поэта». Петр Павленко вспоминал, «Горький собирал ученых, писателей, живописцев, людей практической жизни. Это была академия узнавания, обмена опытом, академия дерзких планов и перспектив». За этим столом был написан роман «Жизнь Клима Самгина», пьесы «Егор Булучев и другие», «Достигаев и другие». На углу улицы Герцена и Мерзляковского переулка доходный дом, где снимал квартиру социал-демократ Жданов. Тут в 906 году выступал Ленин на обсуждении итогов декабрьского восстания. Документы свидетельствуют. Дом под номером 42 принадлежал Александру Васильевичу Суворову. «Лаконично-мемориальная доска. Здесь жил Суворов. Три слова всего. Более и ненадобно». На доме номер 46 нет мемориальной доски, но жили в нем люди примечательные – семейство Васильчиковых. Нынешние жильцы утверждают всерьез, что дуб под их окнами посажен самим Пушкиным. Это легенда, конечно же. Но все здесь и правда напоено памятью. Захаживал сюда Гоголь. В молодости в Петербурге он был домашним учителем у Васильчиковых. В их доме написал «Майскую ночь». В Москве возобновил знакомство. У Васильчиковых встречался он с Щепкиным, Тютчевым, Грановским, Соловьевым, Айвазовским. Улица Герцена объявлена ныне заповедной. Конечно, не все здания на ней – памятники, архитектурные или исторические. Так верно не назовешь шедевром этот модерный особняк, которым восторгались, вспоминают в начале нашего столетия. Можно понять – разные времена, разные вкусы. Но на всем особо есть московский отпечаток, чуть перефразируем Грибоедова. И нам, людям стремительного века, куда как по душе – тишина, покой и малолюдие заповедной улицы. В прошлом облюбовала Большую Никитскую знатное дворянство и купечество первой гильдии. Строились добротно, на века. Вот уж более ста лет этому причудливому дому, а изразцы его полыхают ярким непоблекшим огнем. Не думали богатей, обитавшие на Большой Никитской, что старая, соседствующая с ними, Садово-Кудринская площадь, скоро уже получит новое гордое имя – Площадь Восстания, в честь событий 905-го года, ставших генеральной репетицией Великого Семнадцатого. Древние московские улицы, что мудрые книги, дочитаешь до конца, и хочется начать с первой страницы. Тебе, Москва, пережитое за век свой долгий, отдаю. Перед тобой, без шапки стоя, слагаю летопись свою. Войди, хозяйкой, в эти строки, и услыхать мне помоги на дальней жизненной дороге самой истории шаги. Субтитры создавал DimaTorzok